ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Она спокойно сюда запрыгнула и мне вдала пизделей Отлично Сейчас может геральт уберетOn history Блять их две что ли Красивая мелодия Да красивая мелодия у нее из пасти вырывается я бы слушал два вида сам лет ну как так где вторая чем брукса от альпа отличается кроме названия вообще не понятно да ёбаный нахрал разряжай блять меч уёбок ну чё ты блять тупорылый то такой ёб твою мамку блять а петух блять герой пьёбану блять не ударить не попасть ничего блять не может меч убрал она то пропадает по блять появляется ее кстати видно всем кроме блять естественно самого ведьмака который внезапно начинает ебаться в глаза ну там брукс это посильнее альпа будет нет это блять ебаный у ворота постоянно охуенно он раз а дебил блять какой дебил он отвернулся почему он блять оливки эти не жрет заебись вариант ее просто поджечь и она она станет видимой сейчас мы каим щит блять восстановим вот установили ура на черную кровь я нахерачил с каких-то эликсиров что мне на черную кровь уже ничего не хватило ну что с этим вафленом дамьян ты ли это нет нет и по сюжетной ветке с приютом был какой-то микробосс какой-то супер вампир интересно здесь такое будет кстати я опять мне вся мо все масло вампирское слезла с меча должно быть они в банке забаррикадировать о в чин фанели там же бравые гномы в охране чё не но один удар оставался ёптанут ты убил его в одиночку этот ублюдок перебил половину моего отряда вижу он и до тебя да потому что вы раки ебаные я ливы вам надо отступать быстро ливайте его перед этим городом ты не поможешь лишь плитер солдат там я помнишь наш разговор во дворце повторяю у вас нет никаких шансов дамьян вампиры на вас левел качают блять ливните нахуй с боем ли у чё ты ну чё ты блять и вот это анна генриета с такой армии хотела с вампирами сражаться отряда баба раненых перевязать готовиться к выступлению очень хорошо на чем корпоративе выступать будете и вот еще что против вампиров используйте исключительно серебро прикажу алхимикам приготовить как можно больше масла от вампиров наносите его на мечи особенно осторожно с альпами и бруксами это те что в облике женщин они умеют исчезать против них помогают бомбы с серебряными опилками наху я займу не помогают надеюсь ты стоишь тех денег которые тебе обещала княгиня и принесешь башку сволочек которые все это устроило у вас столько денег нету сколько я стою пользуйтесь серебро против вампиров столовая ножи и вилки вилка воткнутая в глаз вампиру вообще огонь один удар 4 дырки сидела у меня другой план можешь мне доверять я решу ваши проблемы как пока скажу только что мне нужна си она ты знаешь вердикт княгини си она ожидает суда заточить ты продолжаешь выебываться дамьян я знаю но я с ним не согласен я не могу себе позволить такую роскошь я присягал книги на верность блять они под конец игры все тупили они все отбиты люди гибнут из-за одного человека если княгиня узнает что я тебе помог я пойду на гильотину а я следом за тобой и все таки я хочу рискнуть вижу я зря теряю время подожди в любой непонятной ситуации обнимай княгиню и тыкай ей блять ножом в горло да когда в последний раз видел сиану ее милость сопровождала ее в детскую комнату во дворце да что ты в детскую комнату ты уверен я служу при дворе много лет знаю там каждый угол конечно холера я уверен что они там в куклы играют заточила ее в кукольном домике честно понятия не имею я говорю только то что видел а дальше это уже не мое дело понимаю я все проверю а ты возвращайся в гарнизон лучше по моим следам там пока спокойно а вы заметили что в этом делся нету магов но кроме тех эльфов которые ожили то есть у анны генри это ни одного мага на службе нет надо дать знать ридису чтобы он ко мне присоединяться но птички пусть ридис встретиться со мной во дворце нам надо пробраться в детскую комнату они осиновыми колями вооруживает алибарда тут наверно осиновые коли ты не работают в этом тут свой альтернативный взгляд на вампиров и всю фирме не понял почему-то нету пометки что у меня масло на мече ясно вот эти крылатые то кто летает по плотва ты тут учу делаешь давай плотва и забыл что эти тут оставил о блять такая ну сучка драны для мамки делать сейчас лучше стало критом снес кури бамбук тварь бля я манал соля не вообще всех вырезали просто чё какие-то люди вы выжить могли еще каким образом господи он даже 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 лошадь рыцарская счет даже там еще какой-то где этот ван хельсинг ван хельсинг таких и не видел бля я тут разбираюсь оу да точную меч спокойно спокойно поехали на встретиться с ригисом в дворце или спросить у ариана детской скрытности а ну то есть есть вариант и в детский собор этот сходите с ригисом встретиться придержи в детский собор ну в этот блядь как а в приют блин детская комната за этой дверью отлёт куда старался один из моих братьев я позаботился чтобы он нам не мешал на братья у тебя урода бля я стали вообще кончено пойдем а это кто должно быть он охраняет детскую комнату по личному приказу анны генриетты да а что-то у него броня такая не характерная для рыцаря анны генриетты посмотрите на этот шлем плотва заткни свою ржалку уже пожалуйста я твою мать ригис мне бы не хотелось возиться с дверьми ты не будешь так любезен чем в щель под дверью просочился что план б сработало сделать и сделаем вид что сработало к вашим услугам давай не выебывайся люди умирает никогда были кланить стоять тишина гномские проказы из украшенный доспех хотя это не доспеха щит серебряные панталоны вот что надо против вампиров надо серебряные трусы носить наберите серые собачьего уха смажьте ее хлопчатобумажный фитиль вставьте в новую лампу собор пошел к нахуй ну и все равно ой 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 я ворую у княжеского двора мне отрубят пальцы у вас из лос ключик спрятан за ох ёпть ох ёпть не часто играли о гламаре как это золотой подсвечник вау золотая кружка ничего тут так дождя разбавитель краски для чего нужен вот допустим у меня есть а я придумал я в розовый нет и в желтый ну допустим желтый хорошо на теперь я узнал разбавитель к разбавитель краски для крафта тогда я хочу в фиолетовом ходить или в оранжевом по сине о я куртку в синюю синюю куртку пойдем стильный модный ведьмак синий больный ты в них не отражаешься . кто-то и оторвал крылья деревянная уточка и правда жалко механизм поврежден дэвид джонсу тоже бы понравился ручная посуда милота сейчас я покажу что в детстве сделал делал когда двоюродная сестра в дочке матери играла да кому он давай разлетайся в разные стороны что за говно где физика разраба на мыло никакого удовольствия ежедневник тетрадь собственность изабель даракфор придворной гувернантки это записки опекунши сианы и анны генриетты из тех времен когда они были детьми не знаю как нам это поможет но пролистать его разумеется надо да блять он толще чем война и мир как очень пролистать блин может заначка между страниц ты к этому что все она подарила мне самодельную открытку прелесть с обезглавленными окровавленными людьми а может и нет миленько сила зачем она это нарисовала нежно ответила что это сцена из кошмаров которые снятся и сколько на себя может от хэллоуина каждую ночь просыпается с криком если только не спит в одной постели самой ли этой кажется девочкам над которыми висела проклятие черного солнца снились кошмарные сны некоторые сходили от них с ума сегодня девочки поссорились должна отметить что вели они себя не как пристало дамам дошло до рукоприкладства 1 ударила сестру анна генриетта сиана не осталась в долгу прежде чем я их разняла на риетта потеряла два молочных зуба она сейчас же побежала жаловаться родителям нифига его княжеская милость не принял на веру моих показаний всю вину возложили на сиану девочка была серьезно наказана она риетта пыталась потом смягчить ситуацию на князь и княгиня были непреклонны если уж заслужил репутацию паршивой овцы и тяжко от нее потом избавиться сегодня я первый раз сопровождала девочек в стране тысячи сказок мы провели там полдня сперва мы играли с дюймовочкой а потом с румцайсом необычайно галантин для разбойника начинаю подозревать что изабелла дракфор писала дневник под влиянием каких-то галлюциногенов каннабиса обыкновенного каннабиса обыкновенного или спайса блять волшебного арториуса вика он доказал что в магических арканах ему нет равных погоди погоди арториус был придворным чародеем мастером иллюзий а это означает редис последний раз прошу не перебивай а то пойдешь в угол на горох блесит коленями стоишь на открыть книжку страна тысячи сказок и повторить вслух заклинания экспекта лудум книжка как ключ к иллюзиям ничего себе это уже интересно да и чё происходит сегодня сиану осматривали чародеи присланные капитулом не знаю каким выводом они пришли на его княжеская милость явно обеспокоен видимо именно тогда у нее диагностировали синдром черного солнца или навесили ей такой ярлык и вот дальше я спросила князя что ждет княжну он не ответил наверное она будет играть хэви метал сегодня занималась с девочками нельгардским все она очень старалась хотя она с трудом запоминает новые слова княжна она лета демонстрирует большие способности но более склонна к проказу аналина думала что я не слышу то сказала в мой адрес блюдо хойль они сианой смеялись во весь голос блюдо это ёбаный или ёбаные а хойль в звучном языке наших не слишком дружелюбных южных соседей слово это означает место которым спина утрачивает свое благородное название жопа ёбаная она риета сказала ничего себе князья охуели знаю это звучит неправдоподобно но может анна генриета заточилась и она в этой иллюзии может там она была бы в безопасности и в заперти давай проверим замок открыт а вот она все больше ничего тут нет это что такое за ширм очка о ничего что там должно быть кроме пыли которую туда замела ленивая горничная каннабис обыкновенный ты же сам сказал где-то же она должна его было нычковать кукла куклу но этот квест конечно вообще блять так это она он как-то немножко не уместен что в детстве призвали человек чародея он их отправлял в какие-то тысячи сказок что-то там блять что это не крономикам судя по замкам блять экспекта людум люмонтиал да ничего себе 1 1 заставка на белом фоне за все части по моему задание выполнено долгая ночь долгая ночь никого ригис орегис орегис не полетел он был бы маленькой крылатой феей видимо вампиры не попадают сказки страна тысячи сказок невероятно тысячи сказок посмотрим куда ведет это дамы в тысячи одной ночи тысячи сказок не было на самом деле ведьмачьего чуть я нету ёпта а и у вас не хален исходит с ума все это страна иллюзия на настолько мощная что нельзя рассеять какой глаз сходит с ума ну это просто алиса в стране чудес вольпер ничего кто что это такое а заяц вольпер ниггер мухоморы гигантские какая жуткая мелодия детская играет здесь она пойдем по дорожке это тут нужно заплутать и ходить потом ли до китайский навигатор опять не предлагает ломиться сквозь грибные чаще что огонь на шуку вода на шура золотая тропинка да это дорога желтого кирпича и кирпичи такие тут жопу будем идти по желтой тропинке нахер этот навигатор китайский о смотрите чё кто хоббиты григи какие-то пиздец какие они противные господи их убить охота не знаю почему я сразу вспоминаю этих и зловещих мертвецов которые ешь этом а нет нет карина еще напали помнить маленькие еще блять я вернулся сюда отлично вообще начало плату может позовем нет нельзя плату позвать так локация это ограниченного магическим барьером так чтобы не тысяча сказок тут максимум парочка по-моему я хожу тут кругами какими-то вообще немеренными ну да 92 96 сто я только ушел блин оттуда куда мне надо было может не сюда а чё к ним нельзя что так хорошо ввиду запредельной тупизны этой локации предлагаю ориентироваться на расстояние если расстояние уменьшается значит я иду правильно если увеличивается значит неправильно это странно но вам куда бы я не шел она в основном увеличивается нахуй дорогу из желтого кирпича это полное говно вот вот он правильный маршрут охуенно естественно по-другому то вообще можно было сюда пройти китайский навигатор выпусти его опять ведьма пряничные ведьмы стрепуха поваруха шлюха она и зажарила нет не трогай мою печку золотка не то поссоримся еще какая залупоносая корга а это кто заблудившийся путник не место тебе тут миленький бабушка бабушка зачем тебе такой длинный шнобель за лупушку тебе на воротничок старая бабушка что ты блять с палкой будешь у нее не должно быть такого приятного голоса блять это босс никакой травы ёпта я бабку испугал а спора бьется на ее стороне блять я даже не знаю я хотел в нее из арбалета пальнуть на хрен на руль не тут-то было блин пидорас ну стручок блять болотная ух ты блять старая да спасибо за совет но я уже в этом вариве ну чё старуха то будешь лизать нет а мы ее бомбой блять двимиритовый опа и как бы похуй да о арбалет сделал свое дело бля у нее нимбус две тысячи и станы охуенные опа опа так чё-то поломался а ой-ой-ой-ой и шли такое еще у да ладно не понял такое даже я не ферниска ставала бы ну давай колча старая надо короче когда она из пузыря были вылезает надо и в этот момент а нет смотри зырь то лопается вроде нет или мне кажется блять и в этот момент арбалет оказывается почему-то разряженный блять давай это скумбрия старая блять не успеваю пиздец ударный болт она вскрикивает мне что-то плохо у тебя выходит ведьма да хули кто вам эти сказки написал бля о метла ебать еще и метлу метлу еще окучить надо зараза что это было злая ведьма сам же видел куда насунул этот ключ послушай я какой откуда взялось оружие какой ракурс на ее булочки ему оно больше не нужно о вот он какого принца чего а почему она мне в бою не помогла петер пен спасибо если бы не вы и жарила бы меня сиана это ты сколько лет джек ты пришла поиграть да нет мне нужны только бобы можешь аааа джек волшебные бобы выдохнуть чем дело какие еще бобы ну ты тупой что ли какие блять бобы выдохнуть потому что ты не хочешь с ним играть о чем это ой уж джек то знает о чем так что он мне быстренько скажет что случилось с его бабами правда сиана я прости но но у меня их нет ой что то ты юлишь может все таки сыграем какую нибудь нашу игру как раньше а например скручен связан по полу скачет ты же не забыл правда ничего у вас игры бдсм что практиковала блин я говорю правду клянусь анриета велела их закопать в разных местах чтобы ты не могла отсюда выйти и где понятия не имею но лоська тот что с волками он должен знать он всегда сует нос не в свои дела то есть получается анриета заперла ее в сказках а если нет я тебя найду и мы еще поговорим понял ни хера себе наказание ну что ты здесь делаешь ищу утраченное детство ищу утраченное детство понимаешь меня забрали в каэр морхен совсем маленьким мальчиком а там уже не игр не игрушек ну как ты думаешь зачем я мог сюда прийти все дело в дэплофе он пытается заставить анну генриету выпустить тебя и натравил на баклер чудовищ да в этом весь дэплоф но ты же ко мне не новостями пришел делиться правда так что давай к делу разве не очевидно я предлагаю союз нам обоим важно чтобы ты отсюда выбралась тебе потому что ты хочешь выйти на свободу мне потому что когда ты встретишься с дэплофом кончится резня в городе вампирская подстилка сперва ты меня разоблачаешь из-за тебя я попадаю в тюрьму а теперь приходишь ко мне с просьбой надо же какие номера откалывает жизнь вообще я бы посоветовала тебе пойти в жопу подставляй ты говоришь что гибнут случайные люди это не по плану дэплоф должен был убивать только тех кто провинился и никого больше да о как ладно будь по-твоему ведьмак я принимаю твое предложение договорились пошли шкура бабы твои искать будем ёпта я где их там по на закапал ну тут об этом месте что провинились люди чтобы их ну чем провинились люди я думаю все помнят в предыдущей концовке мы это выяснили а ее приказали выдворить из королевства эти рыцари ее повезли они они ее всю дорогу обижали все понятно а изгнали из-за проклятия черного солнца верно да порченные княжны мутантки ты наверняка нас слышал еще бы одну даже встречал ренфри из крейдена и что скажи она правда была чудовищем она была жестокая но почему из-за проклятия или из-за того что ей пришлось пережить сложно сказать ты ее убил да у меня не было другого выхода забавно то же самое сказала мать когда вышвырнула меня из дома ой ты бедная несчастная прямо родители у тебя прям деспоты об этом месте мы все знаем об этом месте сказки чё тут блять может объяснишь что там с этими бабами объясню не волнуйся только вооружись терпением из этой страны есть два выхода один из них моя любимая сестричка заблокировала когда заперла меня здесь а путь к другому который вон там в облаках здорово усложнила спрятав бобы я все еще не понимаю интересно великаны там будут этот мальчик это был джек из джека и бобового стебля ты помнишь такого помню он влез по гигантскому стеблю к спрятанному в облаках замку великана мы сделаем тоже когда узнаем куда анри это дело бобы всего их три красный голубой и желтый а из одного значит стебель не вырастет нет все должно быть точно как в сказке ну пойдем поищем оську может он и правда сумеет нам помочь что за оську насколько я помню джек и бобовый стебель исключительно западная сказка почему поляки ее ну как западная ося все время крутился на поляне у подножия горы это недалеко отсюда пройдешь домик ведьмы и сразу направо это сказка по моему братьев грим льется кровь так что нам надо поторопиться успокойся в стране сказок время течет иначе мы можем неделю просидеть а снаружи пройдет пара минут нихуя тут интерстеллар хе 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 это что такое чё это текстура багнула ведьмак да я ведьмак блять чё за дверь тут торчит хуй поймешь ой бля бабку то залутать надо было подожди время мародерства чё в этой корги было вау малые глифы обалдеть а это что клетка пряничный человечек в таких клетках в анчарте в анчарте четвертом пиратов блин казнили а ну и деталфа запирали не деталфа этого вампира там провинившись помню короче как то моей двоюродной сестре подарили набор сказок как там сундучок по моему братьев грим называлась это херовина это была такая коробка в виде сундука в ней маленьких книжек штук шесть или семь и каждая книжка про отдельную сказку и там были варианты такие как бы ну рапунцель только ее там салаточка почему-то звали и джек и бобовый стебель там был и тетилитуре и еще бля еще кто-то не помню уже но прикольно было с картинками тетилитуре тоже хер такой который проклял дочку царевны или саму царевну и надо было угадать как его зовут а поскольку имя тетилитуре ты хер назовешь потому что ну жесть какая и короче вот там да вот такой замес ну какой-то один из вариантов на тему спящей красавицы грубо говоря и чё блядь гномы а кто сказал что они злые ах вы пидоры бляс али сколько их тут ху 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 блядь гномосеки это не гномы ну-ка блядь рассосались а блядь а на генри это блядь или как там тебя помоги нахуй гномы бьют блядь еще такого унижения не хватало и от гномов опиздюлиться а я понял в чем дело у меня же ни одного эликсира не выпит да да что блядь такое с этой игрой чё с управлением то так масло против гномов у меня есть хи хи ну камон блядь ничего нету оооо и медитацию не включить понятно заебись и все будет задолбали они под конец игры с меня внезапно эликсиры снимать это какие-то не гномы это фонт фонтагномы какие-то ах ты мразь блядь жесткие у вас сказочки сиана слишком симпатичные эти гномы они должны охранять границы страны сказок от нарушителей таких как ты редкостные мрази так щас подожди а то следующих гномов мы уже хер переживем лошади никогда не паникует но сиана вроде не нервничает хе 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 тонкая шутка бич все нормально пошли ведьмак в синем как раз в сказке смотрится уместно синий ведьмак так убираем следующих гномов я буду из арбалета блять расстрелить единороги поймаем их и тогда не придется таскаться пешком я бы честно пешком походил тут красиво ну давай чур мой розовый плотла классное чувство да напоминает мне о детстве а мне кое чем другом аааа можно он драл на единороге енифер постоянно можно поподробнее кстати единорог ты я ну сказка поподробнее хочешь могу даже в картинках показать хе хе о все в порядке со мной все нормально кого ты наебываешь тебя волки сейчас едят сука сука блять отлично заебись пока слезал с коня мне сняли всю нахуй заточку с меча блять там переклик бля как на геймпаде заебало щелкать этими квенами хуенами пизду блять иди нахуй с твоей лошадью отсюда я кому она орет неадекватная баба блять блять пиздец нахуй аааа спокоен все уже кончилось вовсе нет вон там еще один волк сзади пиздобол не волнуйся он всегда врет аааа это тот из сказки ааааа так это тот самый мальчик который кричал волки пока люди не перестали ему верить да слушай малыш джек говорил будто ты знаешь что случилось с его тремя бабами ничего я не знаю а вы лучше глядите вон там волки неправильная сказка она должна быть он кричал волки люди прибегали раз прибежали два раза на третий раз ему дали пизды и он перестал кричать волки как вам такое блять про красный боб отдельно надо спрашивать пизданутся интересный выйдет разговор ну ладно начнем ты уверен что ничего не знаешь про желтый боб ммм он где-то очень ну просто очень глубоко почти что совсем под землей и у кого он? а? у лысого батрака который совсем ну просто совсем никого не ждет вообще на помощь волки а блять дебил ты наверняка не слышал что случилось с голубым бобом не словечко верно? я слышал кажется он лежит в открытом поле просто так и никто его не стережет никто три раза никто на помощь волки трое стерегут значит да? он же пиздобал хронически но ты все же знаешь что случилось с красным бобом где бы он мог быть? его наверняка никто не проглатывал нет 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 один лежит вверху кто бы это мог быть? никто который его не проглотил человек самый человеческий человек во всей стране сказок не человек люди воп еще одно слово о волках и я порублю тебя на кусочки и скормлю рыбам ты понял? нравится мне эта женщина ха 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 ну ладно нам пора берегитесь волков дебил так руби его нахуй я буду держать а ну да нельзя же про детей шутить господи что же ты трудный собеседник разве? просто помню что мальчик всегда врет точнее он говорит противоположное право я так и понял так куда мы сейчас? точно не знаю просто навестим остальные сказки хотя бы самые важные может тогда разберемся в указаниях оськи их не очень то и много значит так красная шапочка три поросенка потом златовласка три медведя еще рапунцель и девочка со спичками девочка со спичками а рапунцель и златовласка это не одно и то же? дождите а златовласка это кто тогда? о блять круто вот это квест ты должно быть обожала это место да? поначалу но детям быстро все надоедает даже чай с принцессами в конце концов становится рутиной и что тогда? я выдумывала новые забавы например что будет если я велю золотой рыбке выйти на берег ах ты засранка да редкостная ты дрянь сиана не дергай меня просто ищи бобы еще еще а это что за дебил? ааа это он крыс ведет за собой дудочник нам на него похер да? было бы прикольно помешать ему дудить на дудке чтобы его крысы съели о опять эти козлы бля пиздец ну блять вся заточка свалилась с меча три медведя три столика три ложки три миски одни слишком большие другие слишком маленькие а какие-то цены походу маммашеньку кто-то походу не слабо дрюкнул тут чё с ней выбор送 доигралась с медведями дура и пизды дали остальное так изуродовано что трудно чтолrew что ни так с этим сказками что ни Jew ну ну ничего, еще дальше ну ладно не adher芭ии не покупала блять медведь-то нихуевые медвежонок блядь ну че он сдох то бобоб у них был или что заколдованная еда что значит заколдованная ладно медведи все-таки убили эту девочку поэтому они уже не сказочные существа не надо мне блять писать что медвежонка убил они машинку блять разорвали это так а это кто здесь дом бабушки чё за бабушка поговорить большой злой бабушка волка захерачила а это красная шапочка блять чё с ним слышал он просроченную бабушку съел даю слово последний раз я пил с рунцейсом какой уродец боже мой сколько лет ты чуточку изменилась а ты вот не чуточки злой волк только кажется ты угодил в плохую компанию а до этого он хороший еще пить дюймовочкой одна рюмочка и девка уже под столом гибануться чего вы хотите найда сказки о давай с нами бахнет всегда можешь выпить с нами что у меня такое похмелье я едва на лапах стою слабак и говорят клин клином вышибают да но уж нет и что тебя тогда выпивку тянет горести заливаешь кстати не хочу цепляться но ты что-то не по-княжески выглядишь лишили меня титула наследство изгнали всякие родственные терки черки а волк блять прям по-сказочному выглядит мы ищем волшебные бабы не видел его проглотил закусил им я могу и громче а еще я могу убедить тебя каким-то совсем неприятным способом него трусы в сердечко смотрю уже с угрозами в этом вся сиана слушай я здесь за тем чтобы играть сказку хочешь играть милости просим да и все сложно красная шапочка то дала дуба в смысле столько раз вспарывали мне брюхо зашивали в него камни топили что едва нас предоставили самим себе я отплатил этой маленькой язве сполна красная шапочка лежит на дне колодца на дне колодца шапочка какой-то нервный этот волк а ты представь себя на его месте его определили в злые персонажи хотя он совсем этого не хотел собачья жизнь говорю тебе так что теперь не волнуйся уж мы с ним поиграем точнее я с ним поиграю только мне нужна красная шапочка смысле деталь костюма они труд девочки труп не надо точнее хотел помогать тогда будь добр прыгни в колодец и волны шапочку шарточку тебе выловить с трупа девочки снять шапочку блять сказка нахуй ничего себе это обалдеть колодец ты чё какой блин найти красную шапочку ладно пора прыгать в колодец до назад ну ты уж не горюй по мне если я не выплыву так и быть так на дне колодца вместе но вот она порешил волчара до сказки наоборот ой у нее кстати золотые волосы смотрите-ка симпатичная наверно было да это вам не наш отечественной машенька и медведь где машенька просто им будет а медведи дурачки что меня в воде ничего не поджидала странный колодец в озеро ведет так можно было и с ведром по воду ходить давай 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 а это еще что за херня бременские музыканты удачно смотри что у меня дай сюда она тебе явно мало а парышей только с нее вытряхни мне идет о неплохо ты похожа на эту бабу из ванхельсинга я в моде не разбираюсь не особенно надо закидывать и удочку свою вернемся к злому волку дай угадаю ты будешь в роли внучки ну еще а ты охотника а мы ему про пиздон ставим что ли опять господи бедное животное а я из-за медведей расстроился я вам кажется ясно сказал не буду я с вами разговаривать без красной шапочки очки как у кота базилио кстати на какой какой же у бабушки было еблище посмотрите на очки которые на волке одета это пипец ничего страшного сиана займет ее место сейчас спою давай лепс бабушка а почему у тебя такие большие глазки чтобы лучше тебя видеть и внученька для волк вообще волк это же оборотень смотрите что и бадун прошел что да блять ну сука блять да захвати его в цель то ёбаный ведьмак блять такой осел этот геральт ёбаный волк почему-то в цель не захватывается особенность битвы наверно с этим персонажем я бы хотел посмотреть как его блять охотники убивали если он такой имбарь местный я тебя уничтожил блять бляндон а чё то он на меня так нацелен ну разряжай меч то блять этот ебучий конец то блять 558 попытки ты помнишь что оська говорил про красный боб он у человека который его наверняка не проглотил да да я понял что он про волк надо вскрыть брюхо там только что все три хамуде из него на дорогу выпало зачем вскрывать рубки вставная челюсть стопор вот вставная челюсть ну что теперь мы на шаг ближе к цели дай пятюню ну что мне вот интересно ты исключительно тактичен или эти ваши мутации совершенно лишили тебя любопытства у меня бы на твоем месте было множество вопросов ты мог бы спросить что со мной стало после того как меня выгнали а ты молчишь неужели тебе вообще не интересно но это на поверхности ты стала злой сука и решил отомстить ты менее интересно чем тебе кажется нет я только с бывшей так разговаривал раз ты сама затронула эту тему я бы послушал благородные кавалеры из тусэнта вывезли меня в пущу кайтху и там оставили одну без гроша в рваном кружевном платье а как раз начинались морозы наверно надеялись что кто-нибудь меня прикончит или я на радость всем сама сдохну с голоду но я как всегда не оправдала возложенных на меня надежд неделю блуждала по лесу я была синяя от холода жрала мох и кору с деревьев и наконец увидела вдалеке огонек это был лагерь я решила что спасена о боже лагере были бандиты бородатые пьяные все в крови я была уверена что меня убьют изнасилуют или то и другое и что не изнасиловали этого не случилось нет и тогда я убедилась что убийца может быть человечнее рыцари в сияющих доспехах они приютили меня мы поехали в назаир и я делала все что могла чтобы отблагодарить их мне удалось завоевать их уважение может быть даже любовь и в конце концов я стала их атаманши но это тоже какая-то сказка по моему может не надо было возвращаться блять какая тупая фраза ты многое испытала да а моя сестра в это время давила виноград и валялась с министрелями на перинах свое удовольствие это не она тебя изгнала и не за это я ее виню а за то что она забыла забыла обо мне ладно хватит болтовни блять шрама у нее конечно прям вообще печаль еще у него искусственный зуб штопор пробки зачем это все хер узнает может пригодить так о чем я мечта там точится или что или дрочится о 640 уже надрочил маленьк так отправиться к трем поросятам от поговорить с девочкой со спичками поговорить с рапунцель ну рапунцель рядом давайте на рапунцель я хочу в блять в жопу рапунцель я хочу девочку со спичками до плотва не обращай внимание подумаешь ворота седло на плотве откуда появилась моё равикс из черта рога блять а нельзя вот на этой платве ездить ну угадай как мою зовут блять так а куда идти так я хотел бы поговорить с девочкой со спичками мне интересно я боюсь что пиздец плотва не может открыть ворота тут одна створка открывается доход анус блять во плотва и серьезно ну где там твой анис ты едешь нет ладно увидимся на месте в жопу тебе девочка со спичками я вот прям хоть убей не помню никакую сказку про девочку со спичками давай по болоту хоп-хоп это башня рапунцель но были вообще погоди 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 он у лысого батрака глубоко под землей лысый батрак это рапунцель нахер то до батрака мы идем с девочки со спичками рапунцель значит мы оставим на нас а доска с заданиями блять я глаза спички си спички сигарет самокрут что блять ничего сказка самокрутки спички сигарет разыскивается информатор из одного из моих яиц проклюнулась какая-то мерзость подозреваю что утка загуляла с одним из шести лебедей хотя она все отрицает за доказательство подтверждающую вину хорошо заплачу гарантирую полную анонимность селези лапы прочь от моей кровати остроумца который постоянно сует свой нос под мой матрас предупреждая в последний раз если поймаю велю тебя бить батагами прижигать раскаленным железом наделать из кожи ремней а под конец разорвать лошадьми принцесса сашенька принцесса сашенька не дохера ли тут принцесс даже были сашеньку на княжество взяли чья это туфелька вчера на балу я танцевал с барышней со светлыми волосами собранными в кок коком и с голубыми глазами когда пробила полночь она убежала потеряв хрустальную туфельку каждая барышня страны тысячи сказок должна явиться ко мне на примерку туфельку туфельки с целью установления идентичности с упомянутой особой в дальнейшем перспектив брак сочетания неявка будет караться поркой принц губерт махорка фиштех табак алкоголь от абсента дрожжуной включительно добро пожаловать девочка с товаром ранее девочка со спичками при грею нежеланных детей при грею нежеланных детей лучше всего таких что в теле хотя худенькие тоже подойдут ведьма заказ взволнованный гусь жители страны сказок кто-то покушается на мою жизнь с тех пор как я переселилась сюда из замка в облаках и чувствую себе что за мной следят помогите пока еще не поздно гусыня бальбина известная как гусыня несущие золотые яйца по скриптам знаю что оська говорит что это он но это не он так а как мне заказ от гусей это что-то новенькое ты правда будешь этим заниматься до настоящий ведьмак не бросит в беде домашнюю птицу после девочки со спичками конечно же сигаретку табачку дозочку из штыха шернуться о кот сапога из какой-то сказки раньше я продавала спички но дело у меня не ладилось так что мне пришлось расширить ассортимент а вам чего надо дорогие ты блять поляки волшебные бабы есть у тебя если только это не название какой-нибудь дури то пожалуй нет а может ты хочешь и откуда у тебя это лента она моя да а почему она лежала в кустах кто нашел того и будет рыбка моя не объяснишь что это за ленточка от чего шум на что объяснять я получил ее в подарок от арториуса вига когда была маленькой я никогда с ней не расставалась она должна была беречь меня от зла не уберегла а что за артуриус она для тебя важно как бы сказать не слишком у меня много придворный щародей а ленточка напоминает мне старые добрые времена когда я была кем-то другим ленточку тебе дорогие мои шли бы вы со своими воспоминаниями куда еще вы мне клиентов распугиваете давай зарубим ее нахер кот в сапогах явного фиштиха ебанул может все таки отдашься они ленточку даром я даю только первую дозу чтоб потом возвращались даже если попросить по-хорошему если по-хорошему попросишь можем на нее сыграть блять тока не гвинт дурака давай но 500 вот я куплю ленту столько хватит хватит теперь валите отсюда пиздец вот говно мелко да да твоя ленточка обалдеть а что в сказках тоже блять те реальные деньги котируются не сказочные гульданы какие-нибудь чтобы тебя сука ноги отмерзли блять эти их отрубили по колено ну ладно говори еще говори что что хочешь взамен ты же сделал это не по доброте душевной правда ничего я не хочу уже я спасибо опять дудочник идет я думал она сейчас подойдет и вцепиться в мою ширинку берегись гномы заебали они и горы мелкие блять гандоны блятьки сука почти зарядил сука мелкие контрацептивы блять леской штопан и где мои ремонтная херня едва плотва блять все бля ломается то у него поймем посмотрим домики поросят помнишь да никакой на свете зверя не ворвется в эту дверь похоже волк уже сдул домики из соломы и из против остался только каменный надо туда заглянуть помнишь что говорилось к один бог лежит в открытом поле и охраняет его три раза никто может это здесь никакой на свете дверь звери не ворвется в эту дверь а я не помню трех поросят вообще не котировал по моему разве они были в рифму а они что-то напевали пида пи 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 поросята что-то напевали сломано здесь была драка здесь была драка пойдем посмотрим кто на гусы не напал гусы не должна быть сильно била крыльями берегись гномы заебали эти гномы уже просто до раз и хуй вам они с одного удара валятся что-то а я затачиваю меч быстрым ударом каким-то образом непонятно а там любой удар подходит что-то тихо 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 чё-то день на делать вид что ты в бою блять участвовал да зачаровывается затачивать смысле чё с гуси не то я кто мог на гуся нападать эй посмотри там за деревьями какой-то лагерь или что бандиты гномы рупс айрес а это который с которым волк бухал блять как так то как он отбил зачем ее в клетке держать пускай откладывает яйца на вольном выпасе но ничего где ключ есть искусственные зубы деревянные блян рут сейс лох блян ну что она на срет на золотыми яйцами хорошо что ты повесил объявление иначе я бы тебя никогда не нашел а как она повесила объявление если она бун Эй, смотри, она снесла тебе золотое яичко. Хуенный звук. Как бы все заказчики были такими щедрыми. Да. Правда, я бы предпочел волшебный боб, но не буду жаловаться. Она снесла нам золотое яичко. Так, три поросята, они рядом. Ты и правда приехал сюда с севера, чтобы принять заказ на пистик? Работа такая. Гуси-гуси, га-га-га. Должно было быть что-то еще. Жрать хотите, да-да-да? Про это? Я провел в Бакалере несколько беззаботных месяцев. Может, поэтому меня сюда тянуло? Бля. Ну да. Увидишь ту сент один раз, всегда будешь мечтать вернуть. Бля. Странно, что она не сказала, что увидишь ту сент один раз и можешь умирать. Четырехлистный калевер? Зачем он мне? А, для удачи. На удачу? Пойдем, лепреконы. О, радуга, смотри. Может, там на конце радуги горшочек с золотом? Ну, это же сказочная страна. Мне только что утка золотым яйцом насрала. Бля, далеко. Туда, походу, не пройти. Что? А, домик сломать. Да, блядь. Свинья. Три свиньи. Не поросята, блядь, свиньи. А, твари. Вот холера. Им, похоже, не понравилось. Да, охуевшие буровы. Свинья. Вот это, наверное, нуф-нуф. Блядь, такая. Пидарасы свинские. Не дали зачаровать нихуя. Блядь, все на шашлыки сегодня, блядь, свинину будем жать. Свиньи помощнее, волка. А что, они ему пиздоли, это не дали? А волк, видимо, тот же самый. Он тут один дежурный волк. Блядь. Ох, жареным попахло. Запахло. Блядь, а Анна Генриетта видела вообще, во что у нее сказки превратились? На таких сказках только такая сиана и могла вырасти, по сути. О, гляди, Нильвгарский император. Король вышел по полюбе в новом платье. Какой Нильвгарский император? Новая статья в бестиарии 3 поросенка. Нахер-то такое? О, боже. Я убил трех поросят. Ниже падать некуда. Магическая пыль. Свинье. И в этой тоже. А. А, вон он у них на тарелочке. Хе-хе. Злой ведьмак. Подул, что было сил и пожалуйста. Вот вам Боб. Невероятно. Маленький баклажанчик. Что невероятно? У тебя есть чувство юмора? А, это шутка была? Ой, кто-то потек. Остаточное оно есть. Это так странно. Ну, понимаешь, ты пришел такой надутый, бормочешь что-то не в попад. Вечно недоволен. А тут, надо же, шутка. И вполне удачно. Ой, а ты у нас, блядь, сказочная принцесса. Ну ладно, мы тут все ля-ля, а работа ждет. Всем довольна, всем счастлива. Будем искать дальше. Да-да, идем. Так, что за сарай? Нытик старый. О, мне так отличное место. Съебали с дороги, твари. Пойдем посмотрим, все-таки что на конце радуги. А, хер там плавал, тут барьер. Ммм, жаль. А, башня Рапунсуль, вон она. Здоровая. Лысый батрак в поле, блядь. Мы всегда поднимались наверх по косам, но я их нигде не вижу. Может она натуре лысая? Облысела уж от времени, наверное, состарилась. Если волк успелся, то с этой-то тоже что-то должно было стоять. По косам. О, блядь. Да, а по косам лазить ты мастер? Рыцарь наебнулся, смотрите. Тело принца. Он пытался освободить Рапунсуль, но свернул шею. По-моему, он все свернул. Но тут бы Нейтан Дрейк хорошо залез. Тут такие кирпичи выступают. Так, я что-то... Давненько не нажимал F5, а то с моим талантом управляться с геймпадом есть хороший шанс, что Геральт сейчас рядом с принцем окажется. Так, ну что, это мне сюда? Где этот раптилоид, блин? Прыжок! Башня-то уже, фундамент поплыл. Да, ёпта. Там вон вдалеке еще какие-то сказочные замки, походу. Тоскливо, наверное. Слишком поздно! Слишком поздно! Сняться мне порою ночью сны. Ты эту песню хочешь спеть? Вот ты тварь, блядь. Ну, нахуй. А это что такое? Dark Souls какой-то начался. Вот, блядь. Юлия, блядь, Тимошенко, успокойтесь, пожалуйста. О-о-о. Еще пачка. Пачка нежити. Полые, полые идут. Так. Два удара и мечик встанет. Да, втащил. Бля, меч-то критует просто вообще. Да, скучновато, наверное, было. Я знал, что они под платьем трусы-то не носят. Как бы жарковато. Сапоги стильные. Может, снять, подарить все они. Сапоги, самый Рапунцель. Все-таки, ну. Вот и желтый боб. Не зря залезал. Дорогие игрушки. Хаванина. О, как заколдованная еда со стола исчезла. Так а что она повесилась? С того, что принц разбился, что ли? Да, блядь, сказки. Кошмар. Тут бы обнуление сделать какое-нибудь. Ну что, там есть куда лететь? Да, попробуем, может? Не зря же тут. Да это круче, чем прыжки Веры от Ассасина. Ассасино! Рапунцель передавала привет, короче. Ха-ха-ха. И как? Боб у меня. Но вот Рапунцель... Я и надоела ждать принца на белом коне. Да, это круче, чем мультик про Рапунцель. Нынешние парни модненькие страдать. И поэтому ты выбрала себе вампира. Детлов? Он был орудием, не более. Жаль, что он об этом не знал. Вот так надо... Никому нельзя доверять. Пилоткой манипулировать. Теперь его очередь. Ты с самого начала хотела его использовать? Нет. Сначала он просто меня заинтриговал. Знаешь эту историю? Это было несколько лет назад. В Митине. Я должна была скинуть добычу у знакомого Барыги. Барыги. Когда мы торговались, вошел Детлов. Он хотел продать серебряный подсвечник. Держал его через сукно. Это меня заинтересовало. Что, блядь, серебряный подсвечник? Я вышла за ним, выследила его. Но он быстро сообразил, что и как. Ну да. Нечеловеческое чутье. Он свернул в тупик. А когда я вошла туда за ним, выскочил из-за угла и показал зубы. Хотел меня напугать. Но это не произвело на меня впечатления. В конце концов, я же сама чудовище. Не так? Мэйби. И что было дальше? Мы начали разговаривать. Встретились раз, другой, третий. Но он на меня и запал. Сначала меня это даже забавляло. Надо же. Какая, блядь, история трогательная. Потому что он любил меня не как человек, а как зверь. Неистово, дико, отчаянно. Тяжело ответить взаимностью на такое чувство. Даже кому-то с менее кривой душой, чем у меня. И вот в один прекрасный день ты просто исчезла. Да. Он бы не понял этих наших прибауток. Давай останемся друзьями. Я тебя недостойна. И так далее. Но когда я решила вернуться на старое пепелище, то вспомнила о нем. И подумала, что он может еще мне пригодиться. Ты играешь с огнем. Разумеется. Так что или я обожгусь, или спалюся дотла. Другого выбора нет. Ой, папа, блядь. А теперь... Теперь ты не боишься встречи с Детлофом? Я с ним справлюсь. Да? Откуда такая уверенность? Ты на него смотришь, как ведьмак, и видишь чудовище. А я знаю, какой он на самом деле. Будь спокоен. Ладно, пойдем. Еще немного, и мы попрощаемся с этими чертовыми сказками. Чертовыми сказками? Да может быть, это лучший квест. Надо их посадить на той тропинке за башню в Апенсии. За все части ведьмака. Ну, может быть, и разве что кроме свадьбы. Ух, шикардос. Опять эти пидоры. Солите их, как дохератики. Ну, на такой толпе, я не хочу, хуй, зачаруешь, я не пиздец. По всех сторон, просто, блядь. Ублюдки все-таки кончены. Ну, удобрение мы нарубили. Хоть лут бы какой с них падал. А, боже. Отлично, это здесь. Доставай бобы. Давай. Стой. Что? А, да, Rex, Pex, Fex, блядь, давай. Стебель растет быстро, очень быстро. Ты будь поаккуратнее. А ты что, отойдешь? На безопасное расстояние? Ты хитрожопая. Бросай. Так, давай я с размаху брошу. Их палить еще надо же. А дудочнику похер ходит там. Ну, палить же надо, идиоты. А это кто там в трусах? Не, в кадре кто-то был в трусах, увидели. Ну что, полезли? За сиську ее мац. Значит, в башню Крапунцель ты лезть не можешь, а по стеблям, блядь, ты главный скалолаз. Это уже похоже на фильм про Джека и бобовый стебель. Редкое дерьмо. Была ясная погода, а тут вдруг тучи и дожди. Ну, сказка, что. О, Анорландо. Любоваться потом будешь. Сперва справимся. С циклопом, твою мать. Ну, давай, танкуй, дорогая. Ух, какой. С мотыгой. Ай, блядь, ладно. О, смотрите, арена как для битвы со штормовым этим. С безымянным королем. Великаны и затуши как-то, блядь. Ну, чё это такое. Нихуя-то. Скилловый пацан. Вот, петух, блядь. Да, блядь, заебал. Может, надо, чтобы молния в башку дала. Да, заебись. Ракурс-то был знатный. Просто ни хера не видно. Вот, гандон. Петух. Ты прям левиафан из доты. Да, из пизду-то он левиафан. Ну, как он, блядь, ударил-то, если... Блядь, охуенно. Ну и чё, меч-то не разрядился. Блядь. Походу, этот меч только на говне на всяком прокачивается. Босса невозможно перетануть. Да, пошёл. Нахуй, бандон. И всё. Какой, какой ложавый босс, боже мой. Ну, чё с него там, лут-то можно взять? Я успел, я успел залутать. Всё моё. Хребкий сукин сын. Для сказочной-то твари. Этот мир сошёл с ума. Но надежда, её же бит. Не могу отделаться от мысли, что ты всё это устроила специально. Зачем бы мне это? Чтобы избавиться от моей компании. Вредная тварь. Мы совсем рядом с выходом, и ты решила, что я тебе больше не могу. Ты ошибаешься. Ты мне ещё очень пригодишься. Пф, айхуенно. Я должен тебя отсюда вытащить. Да. Хочешь мной воспользоваться, как Детлофом? Нет-нет. Всё гораздо проще. Ну, что ты на меня так смотришь? Мне нужен мужчина, Гераль. Я не боюсь сказать о том. Понятия не имею, что будет, когда мы отсюда выйдем. Так что считай это моим последним желанием. Желанием. А кто тебе сказал, чтобы ты их загадывал? Вот дьявол пусть делает, что хочет, другой раз. Да, блядь. Я, не, я бы не дал. Ну и нахер подстилка вампирская. Но подписчики же хотят посмотреть, что она покажет. Она заразит Геральта с сифилисом. Да, прям на трупе великана. Ну что ж. Одну на единороге, вторую на великане. Подумаешь. А, на облачках. Ну, вообще классно. Она ему яйца оторвала, или что это было? Какого хрена там происходит? Гравитация-то откуда? Тоже мне Сандра, блям, лалок. Да, Анна Генриета такого не покажет. Я предлагаю Сиану на царство. О, блин. Она коцаная вся, смотрите. Поляки, ёпта. А говорят, в невесомости неудобно. Всё, расколдовал. Ты ничего не скажешь на прощание? Кому? Блядь, какой тупой диалог. Неужели ни одна женщина с тобой так не обходилась? По крайней мере, я такого не припомню. Тогда почувствуй себя на месте многих женщин этого мира. Что? Чего, блядь? Что они сейчас говорят? Ты мне ничего не скажешь? Скажешь что-нибудь? Блядь, почувствуй себя на месте женщин. Что? Ему что, стропон в жопу ставили? Что? Ебать, сосраться. Всё, пошли. Пока ничего, кроме того, что ты услышал. Пойдём, я отведу тебя к выходу. Они переспали, им теперь даже сказать друг другу нечего толком. Отлично. Ну да, бывает такая херня. Вся интрига и весь интерес позади внезапно оказался. Ха-ха. Что это такое? Светлячок. Огруждающий огонёк. Которцом он хочет мне что-то показать. А кудася наделась? Что мне, туда спрыгнуть что-то? Блядь, ну давай. После повесившейся Рапунцель, разорванной медведями Машеньки, трупа Красной Шапочки. Что ещё? О, костёр Дарк Соулс. Берегись, нельзя им доверять. Ну это отсылка к Дарк Соулс. Зажечь костёр, витой меч. Гешефт реликт. Берегись, нельзя им доверять. Походу можно. Да камон. Аминь. Оооо. Вау, вау, вау. Блять, говно. Мощь знака, мощь знака. Нахуй, ну надо. Верно, как это решится. Так, ну поскольку я этот серебряный меч так в итоге достойно и не заточил. Имеет смысл всё-таки перевооружиться. Сила атаки 5%. Да, давай. Гешефт это для тех, кто носит доспехи Школы Грифона. И кастует знаки. А если по тому сюжету ходу идёте там, кровавые доспехи вы получаете и меч, который тоже нихерово мочит. Там, видимо, для тех, кто в Школе Медведя состоит. Так, а как мне обратно-то залезть? Чё-то я не понял. А, блять. Хер увидишь эту дырку. То есть тут я красные тяжёлые доспехи не получаю, да, никак? Чё? Куда идти-то, блять? А, во. Надо искать камни, обосранные птицами. В любой непонятной ситуации. Иди по птичьему говну. Как у Ассасин's Creed. Ты идёшь, курица? А, следовать за Сианой? Чё ты, блять? Просто интересно, зачем тебе было это сердце Тусет и княжеское вино? Просто это принадлежало мне. И то, и другое. Знаешь, если бы не эти твои заскоки, мы бы никогда не встретились. Знаю, но я не жалею. Один раз живём. Это здесь. А почему ты... Надо просто прыгнуть в колодец. А почему ты должна жалеть, что вы встретились? А, ну типа он бы её не повязал. По-моему, я только что убился об воздух, потом ебалом проехался по кирпичам. Нормальный выход. В любой непонятной ситуации прыгайте в колодец. Блин, слепит, слепит, очень слепит. Ну, камон, вырубай уже эту херню. Ой, блять. Ура, бля. Вау. Ну это уже перебор. Фонтанчик. Портал в фонтане? Не слишком практично. Это был тайный ход. Мы с Анриетой пользовались никогда. Сбегали от гувернантки. Что она, по счастью, описала в своём дневнике. Поэтому я знал, где вас ждать. Юная барышня согласилась помочь прибрать балаган, который сама же устроила. Да, согласилась. И не говори со мной, как с ребёнком. Козёл старый. А чтобы я говорил с тобой, как с обманщицей? Грегис, видишь ли, пока тебя не было, я её, короче... Короче, мы теперь с ней друзья. Да, я буду её защитить. Грегис, куда подевались твои знаменитые манеры? Регису немножко грима, он будет вылитый, Джокер. Теперь идём. Я правда хочу всё это закончить. Блядь, уже полтора часа наиграл. Ёп твою мать. Как будто отстримил. Мы сразу сюда телепортнулись. Красиво здесь. Правда? Прекрасный вид на всю долину. В ясную погоду можно даже разглядеть очертания Дунтын. Ну дальше, походу, будет всё то же самое. Сейчас битва с этим вампиром обоссанным обоссранным. И интересно будет только концовка. Здесь что ли? Развалины, как развалины. Не на грош впечатлительности. Что Дэтлов тебе нашёл? Мы только что в сказке были, умник. Так, ну, давайте зададим какие-нибудь тупые вопросы, чтобы сделать эту серию ещё длиннее. Нервничаешь? Угу. Я всегда нервничаю перед встречей со своими бывшими. Особенно с вампирами. Очкуешь? Всегда очкуешь. Не думаю, что он настроен шутить. Да я знаю. Честно? Да, я нервничаю. Вообще-то я хотела смыться. Я вроде как дала вам слово, что помогу. Только чего оно стоит? Но я должна ему эту встречу. Вот и всё. Сейчас Дэтлов прилетит, говорит, скажет, здорово, Дэтлов. Я твою бывшую. От того самого. Дэтлов сейчас будет здесь. Была ваша, стала наша, короче. Ну что, Дэтлов, не будь фраером, давай, дядь. Неправильно разминаешься. Ты же его не ладошками будешь бить. Неправильно разминаешься. Неправильно разминаешься. Неправильно разминаешься. Вау, зловещие мертвецы. Да, это ложь. Всё не так просто. Я... О, нет. Всё просто. Ты лил гола мне или нет. Я прощаю тебя. Но нам пора расстаться. Чё это такое? Что? Но как? Опять по стеблю лезь, да? Или что? Ленточка. А-а-а? И снова я в дураках. Ленточка её защитила. Раньше, позже, но заплатил. Вот зачем ленточка. Не стоило тебе вмешиваться, ведьмак. Ну, это мы уже видели, понятно. Всё то же самое. Да-да-да-да-да. Я хотел только получить девушку. Вы обманули меня. Оба. Многие хотят получить девушку. Молчи. Да, само получилось. Пришлось ей вдуть, короче. Так, душевно с ней сказку прошли. Ты не обижайся, короче, бывает так. Зазелье активировано. Кизина вообще неправильно. Блядь, урон-то какой-то говённый. Бизда-то, блядь, вообще, Герак. Охуенно это, блядь. Ой, сука. А, я понял, у меня же меч на пирожки-то не стоит. В этот раз. Если веришь в богов, начинаю молиться. Да-да, слышали. Вау. Только раз он так не делал. Ну, каким хуем-то? Давай на подзарядку, хорошую. А, по херу. Так, подожди, а я могу меч-то поменять сейчас? Да, могу. Только, пожалуйста, не вынимай его сейчас, блядь, мудак. Мудак, блядь, конченый! Ну что ты сделал, идиота ёбаного? Кусок, блядь. Блядь, какой еблан, пиздец. Короче, нахер, не буду второй раз показывать всю эту битву с ним. В предыдущем прохождении посмотрю. Ой, в предыдущей серии посмотрите просто. Если забыли, как убивать это говно. Там я его вообще с лёту захерачил в этот раз, ну, со второй попытки. Ну, и сейчас Регис, короче, его точно так же, походу, высосет. Ведь высшего вампира, как написали, может убить только другой высший вампир. Ну, да, мы всё это слышали в Дунтыне в прошлый раз. Мне ещё сказал, что, блядь, выжить должен только один, а последнего убивать будет некому. Интересно, они в своём мире, когда живут, они там чем питаются-то? Там-то людей нету. Я им займусь. Уйди. Я не могу. Быстрее. Ну, понятно, короче. Эти заставки, они под конец тут, блядь, километровые просто. Мы, как-никак, собрались именно концовку посмотреть, хэппи-эндовую, а не как там, блядь, эти битвы проходятся по второму разу. В прошлый раз это говно тоже, кстати, полгода крутилось. Почему не вырезаю? Да, потому что и так здесь склейка была две минуты назад. Если в видео много-много склеек, блядь, оно становится херовое-херовое. Да, сейчас мы, походу, за письмами опять пойдём, да? Да, все эти диалоги, всё то же самое. Не в прис... Нет. Так. За последнее время я достаточно наслушался о щедрости. Мне они тоже не дают покоя. Последний из добродетелей — сочувствие. Ты внезапно поверил в теорию пяти добродетелей? После всего, что мы узнали? Это не вопрос веры, суеверий или прочих народных преданий. Сиана всё распланировала заранее. Я расспросил посланца, который вручал мне приглашение на церемонию. Сиана во дворце, в уединении. А ты не хочешь узнать, кто ещё ей мешал? Это он доставлял Детлофу письма свои. Понятно. Сейчас мы идём опять к посыльному. Я это вырежу нахер, потому что... С моей стороны... Тут всё то же самое. Да, абсолютно всё то же самое. Снова разговор с посыльным, драка с бомжами. После чего открываем письмо и узнаём, что последняя жертва — это Анна Генриетта. Ну, тут и не могло ничего поменяться, иначе бы сломалось сюжет. Зига, да-да-да, я помню. Сейчас посмотрим, может... Может, она раскается теперь своим садимином после волшебной... Волшебной палки ведьмака. Может, в ней проснётся совесть или там ещё что-нибудь. Или мандовушки заведутся. Да-да-да, ведьмак будет говорить. Слышали уже, давай. Пришёл проведать, как мои дела? Хорошо, спасибо. Ленточка Артуриуса творит чудеса. Жаль, её забрали. Путника бездны. А то бы я... Я знаю, кто должен был стать пятой жертвой. Твою мать! Вот ведь и щек. Я в тюрьме. Детлофа больше нет. Может, ты остановишься уже, наконец? Сиана, не притворяйся, будто тебе плевать. Я знаю, это только поза. И она уже начинает утомлять. Зачем ты хотела её убить? Такой прекрасный сыщик. А спрашивает про очевидные вещи. Ну почему, Гера? Сам ты как думаешь? Потому что она отвернулась от тебя. А потом вычеркнула из памяти. Это то, что Сиана и сказала, в общем-то. Браво, Геральт. Ещё одна загадка разгадана. А твоё больное любопытство удовлетворено. И что теперь? Поделишься своим открытием с Анной Генриеттой? Правда, её жизнь уже вне опасности. Но вдруг она тебе деньжат подбросит к награде? Разумеется, поделюсь. И не обязательно из-за денег. А зачем тогда? Она должна знать. Если когда-нибудь она тебя освободит, ты снова попытаешься её убить. Скорее всего. А может, хватит расчёсывать старые болячки? Ты забудешь все свои обиды и простишь её наконец? С чего бы вдруг? Вы же любили друг друга когда-то. Кстати, в том прохождении тоже был вариант не закладывать Сиану. Я читал дневник вашей гувернантки. Вы играли вместе, были неразлучны. Из-за Анны Генриетты у тебя бывали неприятности. Но она пыталась тебя защищать. А когда у тебя были кошмары, только она могла тебя успокоить. Время стирает воспоминания. Иногда в памяти остаётся только хорошее, а иногда только плохое. Тогда почему она от меня отреклась, если она меня так любила, а? Не знаю. Может, лучше просто поговорить, вместо того, чтобы насылать на неё чудовищ. Не найдётся таких слов, чтобы оправдать то, что она со мной сделала. Да, как и то, что сделала ты. Для неё и для всего Дусэнта. И всё-таки Анна Генриетты не махнула на тебя рукой. Прощай, Сиана. Странная женщина. Не, ну, я уже не говорю про те варианты прохождения, когда можно дать Дэтлов и убить Сиану, тогда всё будет понятно. Анна Генриетта выживет, все трогательно похоронят Сиану, и на этом всё конец, как бы. То есть там вряд ли будет ещё какой-то сюжетный поворот. Пойдём. Пойдём. Да и проходить ради этой концовки опять этого, блядь, Дэтлафа. И всю эту сказку. Дамьян. Герак. Пришло время. Ты готов к церемонии? А я не буду говорить, что она должна была стать с пятой жертвой, маналой. Всё в порядке. Только веди себя соответственно. Не как наёмный головорез, а как человек, достойный высшей награды. А у тебя что за награда? Вот эта на груди висит. Я такую же медаль хочу. Храни достойное молчание. Из фольги. В таком случае начнём церемонию. Идём со мной. Княгиня ждёт. Такой мудак этот Дамьян. Ха-ха, хочу вам сказать. От имени гильдии прошу о помощи, досточтимая княгиня. Ну, про бочки мы помним. Да, ваше. Что она сказала, мы тоже помним, что пошлют туда комиссию, если что, ему выплатят компенсацию. Мои дорогие, теперь перейдём к следующему пункту. Из всех обязанностей, что были возложены на мои плечи, как на вашего правителя, это мне милее всех. Сейчас мы вручим орден. Орден Витис Винифера. Высшую награду Тусента. Геральт из Риви. Убийца-бестии из Баклера. Подойди. Нашим соизволением так будет отмечен Ведьмак. Кой по нашему приказу избавил Баклер от ужасной бестии. Красавчик. Ведь этот символ напоминает всем, что Ведьмак навсегда останется другом Баклера. А от себя лично? Большое спасибо, Геральт. Дамьен вручит тебе награду. Это же был Ведьмачий заказ. Благодарю. В прошлый раз Пятерик дали, а вот этот. Я решила передать тебе дюжину бочонков Сангриаля. Вина, которую обычно пьют, лишь за княжеским столом. Да, Пятерик. Закладывай, не закладывай. Больше денег не дают. Ты рад? Да, Абасу сейчас. Это награда. Большая честь для меня. Благодарю. Надеюсь, она пойдет тебе на пользу. Ну что, Сиану на суд сейчас притащит или нет? Я поговорю с Сианой. Ты сможешь меня сопровождать. О, как. Давай, пошли. Благодаря тебе я обрела сестру. Также благодаря тебе я знаю, что у нее на совести. А может, если бы я... Я все понимаю. Я обязана осудить ее справедливым судом. Но сердце мое... рвется к сестре. Может, если бы я не закладывал ее в тот раз, мы бы тоже с ней отдельно поговорили? Если мое присутствие чем-нибудь поможет, я, разумеется, останусь. Сейчас состоится допрос особый, причастный к убийствам, имевшим место в Баклере. Все-таки допрос. Капитан Делатур, прошу, введите Сильвию Анну. Сильвия Анна, это Анна Генриетта. Странно. Тогда должна быть Генриетта Анна тогда. Если Анна у них, это второе женское имя. Имя матери, то есть. Ведьмак тоже будет участвовать? А я, ты против, что ли? Княгиня попросила меня об этом. Ты повинна в страшных преступлениях. Однако, ты моя сестра. И мое сердце не позволяет судить тебя, как обычную преступницу. Потому я попросила Геральта быть моим советником. Он лицо незаинтересованное. Говори, ведьмак. Вообще, она меня заинтересовала там в сказанке. Сиана была в отчаянии. Я знаю, что у нее имелись свои причины, чтобы не пылать любовью к Баклярскому двору. Хотя, конечно, я не одобряю ее методы. О чем он говорит, Сиана? Ты отлично знаешь, о чем, сестренка. Тебе было на руку то, что меня изгнали. Ты же знала, что тогда трон достанется тебе. Хотя старшая сестра, это я. А, та старшая сестра. Понятно. Они ненавидели меня с детства. И считали, что я не смогу стать подходящей супругой для князя. Даже наших родителей я понимаю. Я всегда чувствовала, что они просто меня боялись. Потому что я имела смелость быть свободной. И тут это выдуманное проклятие. Неожиданный подарок богов. Оно было всем на руку. Но ты... В тебе я больше всех разочаровалась. Ты была моей любимой сестричкой. Милой Анариетты. Теперь ты понимаешь, ведьмак? Она меня предала! Теперь ты говоришь, что всех их понимаешь? Ты же приехала сюда, чтобы мстить. Потому что они заслуживают мести. Они все ненавидели меня с тех пор, как я себя помню. Но Анариетта когда-то понимала меня. Только на нее я могла рассчитывать. Ее предательство ранило больней всего. Тогда вы были детьми. Ее светлости-то и вы обе никак не могли изменить того, что случилось. Ошибаешься, ведьмак. Она могла. Помнишь, дорогая сестра, тот день, когда меня изгнали из дворца? Да. Я придумала закидать нильфгардских послов рыбьими пузырями, которые мы для смеху наполнили тухлым жиром. Ну, это ты решила их поджечь. Полагаю, ты хотела поразить меня, и тебе это удалось. Ты попала прямо в эту гадскую лысину. Я в жизни так не смеялась. Но когда дело дошло до поиска виноватых, ты не пискнула ни слова. Вся ответственность легла на меня. Это правда. Я не встала на твою защиту. Я испугалась. Совет был единодушен. Они перечислили все мои страшные прегрешения. Побеги из дворца, мнимую жестокость и неподходящие знакомства. Меня изгнали. А ты единственный человек, который меня понимал. Ты струсила и вообще не стала мне помогать. Ни до того, ни после. И даже не пыталась меня разыскать. Неправда. Я искала тебя. Я посылала за тобой рыцарей, собирала сведения. Это ты не хотела, чтобы тебя нашли. С тех пор, как ты пропала, я живу с мыслью о том, что подвела тебя. Прости меня, сестричка. Ты простишь меня. Ну, хоть не убила. Но мне кажется, что это не зависит от того пути. Пойдете вы по сказке или через сиротский приют и свидание со скрытым. Все решается только тем, сдадите вы то, что должна была стать пятой жертвой. Нет. Подождите. Ну, во-первых, да. Нельзя сдавать то, что ну, хотя, возможно, и это без разницы. Важен диалог, когда Геральт разговаривает с ней один. Все очарование церемонии заключалось в ее краткости. Когда он сказал, что вам надо поговорить, простить, ля-ля-ля, вот в том варианте, когда вы не ходите в сказку, там такого разговора не было. Не было варианта разговора. Неужели тебе так не нравится, Туссент? Так что, да. это ключевое значение. Это место, как крепкое вино, Геральт. Ну, сейчас они пойдут искать Мандрагору, и все это мы уже видели. Как тебе самогон? Нет. Это за... Собственно, я бы... Вот. Ничего. Спасибо. Кстати, интересно, если Сиане не давать ленточку и Детлов сможет ее убить, он город в покое оставит, или он взбесится окончательно и придется его все равно прикончить. То есть, как концовка без Сианы, она может быть имеет разницу не только... не только в том, что Анну Генриету не убивает, но и в том, что не надо драться с финальным боссом. Но в обеих концовках или в трех финал один. Вот этот. Откуда она узнала? Интересно, где его дом. даже представится не следует. Личность эта. Чем так воняет? Да вихт там кашеварит, наверное, опять. Суп из блевотины, с козявками. Ты хорошо выглядишь. Та-дам! Эй! Не стой так. Обними меня. Я сначала подумал, что это Йеннифер может пришла. Ты что повезла? Гаркаяная Занграна. Я убила его. Сама. Поэтому ты уехала из Карараса так внезапно. Я даже не понял, что случилось. Нашел только записку «Не ищи меня». Я просто остолбенел. Глупо вышло. Но я все время чувствовала, что я в твоей тени. Что я задохнусь, если не выду из нее. Поэтому, когда увидела этот заказ в Ангране, то поняла, что должна его выполнить. Сама. Без няньки. Я тебе не нянька. Я верю в тебя. Как тебе мой дом? Красивый дом. Только ремонт, пожалуй, не повредит. Да. Я об этом уже думаю. Может, выйдем наружу? Покажу тебе сад. Ремонт не повредит. Я и так сюда нормально уже вложился баблом. Как же здесь красиво. Я могла бы остаться здесь навсегда. Хм. Что тебя удерживает? Да, собственно, ничего. Я убила Гаркаина, получила награду. Пожалуй, мне полагается небольшой отдых. Без всяческого сомнения. Как сказал бы мой дворецкий. У тебя есть дворецкий? Его зовут Варнава Базиль. Это он пустил тебя в дом. Я скажу, чтобы он принес тебе фруктов и чего-нибудь попить. А ты можешь валяться целый день. Ни о чем другом я и мечтать не могу. Ну да, муж, дети, кому это надо. Ты так представляла себе жизнь ведьмачки? Геральт, мне ничего не надо было представлять. Все-таки перед тем, как разойтись, мы кое-что пережили на пути. Быть подмастерьем не то же самое, чтобы быть мастером. До мастерства мне еще далеко. Но я стараюсь. Впрочем, я училась у лучших. Я старался лишь передать тебе то, чем сам владею. Я вообще-то про Эскеля и Ламберта. Какой тонкий юмор, ебать. Какое у тебя отчество? Петросяна в нашем своем выборе. Конечно, нет. Я делаю то, что хочу делать и стала тем, кем хотела. Думаю, это одно из необходимых условий для счастья. Ты уже встретилась с очаровательной изнанкой ведьмачьего ремесла. Что ты имеешь в виду? Людскую неприязнь, причудливое соединение, удивление, страх и презрение. В одной деревне на меня спустили собак, в другой запретили пользоваться колодцем. А в остальном все неплохо. зато меня пока еще ни разу не обманули с наградой. Я надеялся, к женщине будут иначе относиться. Геральт, на этом свете, если кто и относится к женщинам иначе, то точно не в лучшую сторону. Скорее наоборот. Ну-ну. То-то многие женщины ездят на элитных лошадях, как там вороной Каен, ни дня не работав. Как все прошло в Ангроне? Гаркаен серьезный противник. Поэтому я решила его сперва ослабить. Заманила его в заброшенный склеп, где он не мог спрятаться. Подальше от города и людских жилищ. Верно. Интересно, всегда лучше избегать случайных маникюр-то и держать меч не мешает. Это, конечно, хорошо, но он же дьявольски быстрый. Не такой быстрый, как я. Трудность была скорее в том, что он куда сильней. Зато я хитрее. Мы немного поборолись, я изобразила неудачный выпад и позволила ему напиться. Черная кровь сделала свое дело и дальше было совсем легко. О, блядь, какая лошня. Яп ты, бля. Наверное, случайно получилось. Черная кровь свое дело сделала. Отлично, все, поговорили, да? Шикарно. До свидания, Цири. Береги себя. С ней еще можно поговорить. Вижу, тебе нравится это место. Хотела бы я остаться здесь навсегда. Мы ходим по кругу, Цири. Ну что ж, до свидания, Цири. Береги себя. Все, бестию победили, Цири всему научили, что еще надо, непонятно. Вот такая вот концовочка получилась. Ну а третью концовку уже самая альтернативная, когда, как я уже сказал, погибает Сиана, ее, я не знаю, третий раз уже нет сил проходить эту замечательную игру. В общем, все, конечно, круто, 10 из 10, хотя, если бы меня позвали в сценаристы, все было бы еще круче, естественно, но я бы обыграл этот приют так, как надо было это сделать. То есть драма здесь драмы маловато. Единственная драма, которая здесь есть, это то, что Сиана убивает Анну Генриету и черт, это, натянуто, как гондон на глобус, ну, серьезно, вообще не к месту там было, ни к голове, ни к жопе, то есть, ну, надо было немножко пошлифовать сценарий. Ну, в основном, конечно, все отлично, играть интересно, квест хороший, матюки уместные, все шикарно, сиськи были, порноха была, что еще надо, ничего не надо. На этом конец, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, особенно интересно про ту третью концовку, те, кто на нее напоролись, зажав 500 рублей на саную ленточку, напишите, как оно там было. Эх, хорошо, интересно, что вот там вдалеке, вон там по дороге, прямо, прямо вот там, вон там, что у нас там по карте, дай-ка посмотрим, у меня же карта есть. Казьма, блядь, корчма, курориск. Да, этот мир мал. Ладно, напоследок надо сделать что-нибудь необъяснимое и ебанутое. Уху! Похороните меня в склипе где-нибудь. Все, короче, пишите, жмите.